здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века исходя из запроса девчонки вяжем сегодня варежку на двух спицах тем же методом который мы вязали перчатку то есть в круговую на двух спицах без швов она пиццы у меня три миллиметра но это тоже не принципиально девчонки смотрите на свои нитки свои спицы вы выбираете то что у вас вот я буду рассказывать сам принцип нитки у меня ангора рам и смотаны в 2 в 2 сложения так и теперь по поводу размера девчонки меряем руку в самом широком месте вот видите 10 сантиметров у меня и вот и вот они в ширину 10 с половиной сантиметра на свободу как бы движение даже образец чулочной гладью и в рассчитываем количество петель у меня на вот эти вот 20 сантиметров сорок четыре петли я набирала вы же смотрите либо набираете так как я и уберите такие спицы а метки что хочу сказать нитки любые вот эти ангора gold ангора из которой 500 600 метров 100 граммах 2 сложения либо которая 300 метров 100 граммах в одно сложение то приблизительно тогда будет вот такой вот размер как у меня так ну понятное дело что вы же будете и на деток вязать и нам уже поэтому я объясняю сам принцип поэтому а еще просили девчонки вязать более подробно я попробую но мне почему-то но это конечно же мое мнение но мне что-то кажется что я подробно объясняю видите для меня это подробно а для кого-то это неподробно я постараюсь если и это не достаточно подробно пишите свои мнения постараюсь следующий раз постараюсь еще подробнее так набираю 44 петли самым обычным способом любым удобным для вас девчонки так 44 петли в конце я делаю всегда узел чтобы первая петля не растягивалась потому что мы ее снимаем и далее вяжу резинкой один на один первую петлю я снимаю далее 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 и так до конца ряда изнаночная и кромочная петля изнаночная 2 и последующие ряды вяжем по узору первую петлю снимаем далее вяжем если у нас косичка то лицевая если у нас и узелок то изнаночная петля резинку один на один вот она продолжаем вязать так провязала я 16 рядов сейчас вам измерю ширину спокойном состоянии 13 с половиной ну 13 сантиметров и высота этой резинки у меня 6 сантиметров понятное дело что вы можете вязать им больше чтобы сделать варежку с отворотом это уже нюансы далее все число петель делим пополам у меня их 44 значит ровно половина это будет 22 петли и сейчас я вижу 22 петли лицевыми петлями включая кромочную которую я сняла то есть ее мы тоже считаем 1 2 3 то есть полностью все мы уже вяжем лицевыми петлями ровно до половины двадцать один двадцать два сейчас нам понадобится вот это вспомогательные 3 спицы складываем деталь вот так вот пополам то есть параллельно спицы и теперь первую петлю мы снимаем с дальние спицы она у нас провязана все я ее пересняла теперь передняя спица которая ближе к нам провязываем одну петлю лицевой с передней спицы далее задние спицы мы петлю просто переснимаем с передней спицы провязываем чередуем по одной петле и петли с передней спицы мы провязываем лицевой а петли с задней спицы мы переснимаем не провязанными вот мы уже доходим до конца здесь вяжем очень медленно аккуратно потому что только на ряда зависит все и последнюю мы с передней спицы провязываем лицевой вот такое у нас вдвое сложенное полотно получается видите так теперь беру я основную спицу и вот эта первая петля видно да она у нас в конце провязана мы ее просто переснимаем на правую спицу далее следующая петля вот сейчас внимательно смотрим если петля идет с вот этого этой половины полотна которую ближе к нам мы ее провязываем лицевой вязать будем только лицевыми петлями если петля вот сейчас видно хорошо что она относится к заднему полотну она отсюда не идет мы ее просто снимаем нить перед работой и снова петля с переднего полотна провязываем петлю заднего полотна видите она идет оттуда мы переснимаем и так до конца ряда все петли переднего полотна мы провязываем все петли заднего полотна мы переснимаем непровязанными в конце ряда снимем и последнюю провязываем переворачиваем и снова первая петля видим она у нас провязана мы переснимаем эти петли которые в предыдущую ряду у нас были сзади они теперь у нас впереди и теперь мы их провязываем а задние петли которые мы провязывали в предыдущем ряду мы теперь переснимаем и таким вот образом мы вяжем каждый ряд так продолжаем так и теперь девчонки вот была ошибка у меня кто смотрел видео с перчатками что я много провязала вот здесь в этом месте здесь же я провязала уже на мой взгляд идеально то есть вот там где рука у нас резинка а вот эта часть вот она видите вот если приложить резинку в конце кисти именно стык кисти вот резинка у нас идет на руку а это гладкое вязание на кисть вот видите здесь уже у меня если прямо посмотреть вот уже прям проглядывает как бы выглядывает вот это вот вязание значит хватит значит мы уже можем вывязывать пальцы что касается пальца я его вывязывал из вот этих вот 44 петель из 12 петелек вот всего вязания 12 делила на палец это не пятая часть как мы вязали в перчатках потому что здесь нам не нужно разделять вот эти петли на 4 пальчика они все у нас прячется прекрасно здесь поэтому я сделала более свободным как бы большой палец но вы смотрите по на свое усмотрение то есть интуитивно если вот я этот видите он как раз впритык у меня из 12 петель как раз хорошо он и не стянут и здесь вот как раз хватает этих оставшиеся 32 петли на руку то есть нету здесь большого полотна и здесь не не маленькая и небольшое как раз в общем смотрите доверяйте интуиции 12 петель первую петлю я пересняла и далее по тому же плану передние петли провязываем задние петли снимаем с накидом и так 12 петель 3 11 12 все вот это вязание я оставляю и буду вязать только эти 12 петель для пальчика то есть я здесь поворачивая и снова первую петлю я снимаю вторую вторая у нас относится к переднему полотну я ее провязываю так который относится к заднюю я ее перед заднему полотну я переснимаю не перед так далее вяжем все время эти 12 петель на нужную высоту чтобы нам хватило на пальчик определяем нужную высоту пальчика вот прикладываем руку когда у нас уже совсем вот видите палец мы закрыли то есть вот эти не вот так вот да и не впритык а именно чтобы было заходило уже выше под видите то есть я буквально на пару рядов выше ногтя теперь обрезаю нитку продеваю иглу и снимаю теперь разделяю аккуратненько они вы смотрите шуя я провязала изнаночную петлю видите вот видите моя ошибка что случается если провязать одну петлю ну вот здесь вот я конечно проскочу а вообще такого делать нельзя первый раз кстати у меня такое случилось видите это говорит о том что я должна еще раз вам повторить девчонки очень аккуратно и очень внимательно вот эти петли а я засмотрелась на фильм видите все таки одну петлю изнаночную я провязала ну да ладно хорошо хоть еще не повезло что это в конце так теперь нам нужно эту иглу продеть на изнаночную сторону и здесь сделать пару узелков еще раз повторяю девчонки аккуратно с изнаночными петлями с теми которые мы снимаем машинально можно провязать испортить все полотнов в начале провяжите одну петлю и все вся работа на смарку теперь основное полотно вот он мой пальчик счастью это было самом конце так что мне повезло так теперь теперь мы вяжем оставшиеся петли вот так вот оставляем побольше ниточку не аж так большой чтобы можно было потом продеть в иглу так первая петля у нас оттуда с того полотна мы ее переснимаем потом она будет провязываться и точно таким же образом вот они эти изнаночные ни в коем случае не провязать переснять я провязала и вот у меня получилось такая безобразная там протяжка на пальчики так вяжем вот это вот наше полотно теперь вверх вот эти петли так далее вот смотрите связали мы вверх нашу часть теперь я меряю видите вот если я измерю палец высоту сколько мне остается это два с половиной сантиметра то есть до конца варежки теперь я буду закрывать петли сделать вот этот вот мысик для этого смотрим вот здесь вот первая петля смотри видите у меня вот это вот лицевая я ее как бы так вот сниму то есть провязывать я буду сейчас вот эта крайняя петля потом одна петля с этого полотна и одна петля с того полотна заднего и вот эти три петли я провязываю вместе далее вяжем по узору как лежат петли до конца ряда так и сейчас смотрите в конце я должна провязать эту петлю но я ее провязывать не буду потому что я опять буду делать три вместе то есть и я ее просто отдела на спицу и сейчас я буду снова провязывать с этой стороны с другой 3 вместе то есть вот эта крайняя петля петля с этой стороны петля с задней части 3 вместе так теперь я вижу этот ряд до конца и еще два ряда без изменения то есть если подразумеваем как бы изнаночный ряд то есть если мы вяжем в круговую мы чередуем в эти сокращения через ряд вот сейчас я просто эту петлю провязываю а в следующем ряду я снова буду делать провязывать три вместе в этом ряду вот так вот ничего не меняя и с этой стороны точно также мы провязываем эту петлю но следим затем эта петля у нас получается вот она она ведущая она все время исходя из нее мы делаем эти три вместе и берем одну петлю отсюда одну петлю отсюда и провязываем 3 вместе вот довязываю снова до конца ряда здесь я ее провязываю а начиная со следующего ра в следующем ряду я буду провязывать действие вместе и здесь три вместе и так продолжаем вяжем и до того момента пока у нас не останется 8 петель всего теперь я обрезаю и точно так же как на пальчики стяну все оставшиеся петли так проверка ничего не соединила нет в этом случае нет аккуратненько собираем все петелечки так отлично теперь продеваем видите пушистики такие соединяются надо немножко раздирать это все так несколько узелков нить обрезаем не совсем под под завязку чтобы не распустилась немножко кончик оставляя теперь вот эту вот дырочку мы заделаем здесь у нас составлена нить мы ее продеваем на изнаночную сторону продеваем иглу и зашиваем вот эту дырочку которая у нас здесь образовалась к сожалению совсем без дырки тут не получается вывязать вот все теперь осталось нам зашить вы можете сделать так как я делала на перчатках застежку здесь обвязать крючком видео я вложу в конце как делать застежку здесь а вы в этом варианте я просто зашью эту вот эту вот резинку еще подумаю сейчас смонтирую вот это видео еще подумаю как как бы украсить эти перчатки но это если я придумаю что-то интересное кроме нашитых я вам покажу девчонки может быть какой-то цветок вывязать в общем еще подумай сейчас я вам основу смонтирую быстренько выложу чтобы вы могли вязать кому нужно вот здесь я бы не боялась маленький размер вязать то есть даже на деток без проблем на любой размер можно связать эти варежки вот и украсить и соответственно опять же повторюсь как и в прошлом видео что здесь только лицевая гладь единственное что мы можем здесь поиграться с цветами сделать в полоску сделать одну часть верни и тыльную часть сделать пополам то есть одну часть внутреннюю допустим одного цвета вот эту внешнюю другого цвета это можно здесь делать при таком вязание ну то есть уже по поводу украшений каждой ваша фантазия здесь уже включается ну в принципе все мои хорошие участие выверну вам покажу варежку сегодня все я надеюсь вам это видео будет полезным нужным вот вот такие вот варежки у нас сегодня с 1 2 тёпленькие удобные мне нравится что они небольшие я думала проблема будет именно с вот этим пальчиком что здесь будет очень широко я думаю нормально вот такие вот они наши варежки сегодня я с вами прощаюсь ставим лайки подписываемся на канал с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока